есть у меня вот такие кашпо ручной работы этим кашпо уже много лет повидали они свое я привезла их из румынии лет двадцать наверно назад и хочу их реставрировать сделаны они из лозы и буду их реставрировать и окрашивать в той же технике что делаю и свои кашпо первое с чего я начну необходимо все эти лозы закрепить видите они в кольца но уже довольно таки старые видите что творится чуть сильнее нагнула и все поэтому буду их обматывать может быть ниткой влажной сейчас подумаю может быть хомутиками но обязательно надо обмотать иногда мне делают замечание что работаю не в той одежде как надо а вы знаете мысли приходят и вот эта мысль меня давно уже мучила думаю ну как же мне привести порядок эти красивые кашпо они еще могут долго служить службу у меня в оранжерейке довольно много цветов поэтому конечно нужны такие кашпо ну а почему я в такой одежде я сейчас переоденусь я же конечно не буду малярными работами заниматься этой техникой просто пришла мысль пока я ехала из города на автобусе думаю ну а почему бы не попробовать и вот быстро 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 ну а конечно когда уже буду заниматься гипсовой смесью потому что так я буду реанимировать переоденусь одежду для грязной работы ну вот примерно будет получаться вот так и потом все это я обработаю можно конечно и хомутиками вот я попробовала если потихоньку затягивать то не ломаются хомутиками получится намного дороже пить потихоньку потихоньку а потом просто все срезать и остался еще здесь один хомутик ну в общем как будет проще хотя уже более-менее привела в чувство этого больного просто если обматывать ветошью текстура теряется здесь все-таки остается можно вот еще здесь подтянуть свободно получилось вот и теперь только обрезать ну что ж почти почти довела до хорошего состояния в смысле что уже можно готовить нанесению грунтовки ведь оказалось так страшно так много ну вот здесь вот еще надо хомутик сейчас я все быстро подготовлю и потом покажу как буду обрабатывать реанимация прошла успешно выглядят они уже лучше и это кашпо осталось приступить к малярным работам я сама этого жду с нетерпением очень неинтересно что получится оформляем точно так же как делала кашпо посмотрите мой фильм по кашпо и все будет ясно грунтовка гипсовый слой грунтовка покраска и постепенно вот эти корзины это и вот это которые сохнет уже превратятся в красивые изделия а можно было их уже выкинуть грунтовкой необходимо тщательно тщательно пройти потому как если останутся участки не закрепленные грунтовкой они будут осыпаться так можно исправить любое изделие которое уже имеет неприглядный вид вот эти старые кашпо которым уже лет по 25 в начале фильма вы видели как я их реставрировала и вот теперь теперь они выглядят вот так все реально сделать если есть желание здесь использована та же техника что и для оформления кашпо точно так же и сверху нанесен лак последний слой но все-таки два слоя лака надо вот так смотрится кашпо в моей оранжереньке но среди массы цветов они конечно вообще не различимы но мой фильм о том что реально если есть желание можно сделать из ненужной абсолютно вещи что-то интересное и вот обратите внимание вот такое кашпо диск от автомобильного колеса стал вот таким интересным кашпо а тут посмотрите какое кашпо у меня растения находятся ну буквально стенкой почти живая стенка а мне еще надо два кашпо с пеларгунии обязательно сюда разместить куда пока не знаю но получится всего доброго видео блогер екатерина снитко и история о кашпо преображенных всего доброго